Куриного яйца Это мантия, состоящая из силикатов. Модель привычная, общепринятая. Что же способно ее разбить? Гипотеза. Это еще не теория. Это лишь предположение, выдвинутое для объяснения каких-то явлений. На Байкале есть зона выхода необычных горных пород. Исследовала их экспедиция Геологического института Академии наук СССР. Владимир Николаевич Ларин, геолог, кандидат наук, искал здесь образцы со следами воздействия глубинного водорода. Дело в том, что он предложил новую модель Земли, весьма далекую от сложившихся представлений. Ядро в его модели не из железа. Основной объем мантии не из силикатов. Он считает, что очень многие геологические явления можно объяснить, если допустить, что из недр планеты, из ее ядра, идет мощный поток водорода. Причем образцы байкальских базальтов это подтверждают. Если водород наиболее распространен во Вселенной, почему мы делаем исключение для Земли? Не в океанах и атмосфере главный запас водорода, считает Ларин, а именно в ядре. Но как оно могло столько запасти? А как вообще, из каких элементов сложилась наша планета? Из всех элементов Вселенной? Нет. Не сходится с их соотношением земной коре и мантии? Из вещества метеоритов? Тоже нет. Их состав заметно отличается от земного. Пожалуй, здесь был один из самых кризисных, что ли, моментов в работе. Надо было ответить, почему именно так распределились элементы. То есть возвращаться к истокам, к началу-началу. Это сложный и спорный вопрос. Ученые предлагают различные варианты. Современная космогония предполагает следующую цепь событий. Первичная межзвездная туманность после взрыва сверхновой потеряла устойчивость. Начала сжиматься к своему центру тяжесть. При сжатии все быстрее вращалась, образуя диск. Гигантский диск плазм. А плазма не существует без магнитного поля. Поле. Это оно задерживало заряженные частицы и пропускало нейтральные. Элементы распределялись в зависимости от заряда. Эту зависимость впервые установил автор гипотезы. Больше всего водорода осталось, конечно, на Солнце. Но много попало и в ту часть, где потом появилась Земля. У внешних планет свое соотношение элементов. А что же дальше? Планета сжималась, давление в недрах росло, а они состояли из водородных соединений. Наконец, металлы и водород при сжатии образовали гидриды. Ядро гидридное, а не чисто железное. Поразительное это вещество гидрид. В одном его объеме как бы спрессованы сотни объемов водорода. И может выделяться огромное количество газа. Настоящая водородная продувка мантии. Надо сказать, что гипотеза противоречит очень модной сегодня теории мобилизма литосферных плит. Согласно этой теории, когда-то существовал один материк, Пангея. Он раскололся на континенты. И они дрейфуют. А Ларину кажется, что дрейфа нет. Когда водород высвобождается из ядра, это приводит к образованию менее плотных веществ. А раз меньшая плотность, значит, больший объем. Процесс можно себе представить как расширение, разбухание земной оболочки. Оно раскололо и раздвинуло континенты. Тогда рифтовые зоны с молодой корой это участки роста планеты. Тогда вода не что иное, как продукт освещение водорода. И вулканы не что иное, как один из результатов водородной продукты. Итак, новая геохимическая модель Земли. Она сложилась далеко еще не во всех деталях. Очень и очень многое надо для этого сделать геологу Ларину. Прежде всего найти новые убедительные факты. Например, он может сегодня объяснить происхождение того или иного образца. Может сказать, через какие процессы он прошел. Гораздо более сложный вопрос об особенностях крупных геологических структур. геологических структур. И что получается, если ядро действительно гидридное? Тогда в глубинах должны быть восходящие водородные потоки. В таких зонах мантия как бы течет и двигает тонкие участки коры. Получаются складки. Наглядную модель можно сделать из пластилина. Он сминается так, как это происходит с горными породами. Потом весь участок поднимает мощное давление снизу. И если бы мы могли увидеть в разрезе настоящий горный массив, возможно перед нами предстала бы именно такая картина. Одна из моделей дала почти точную копию разреза Кавказских гор. Схема строения земли, предложенная Владимиром Николаевичем Ларином, достаточно интересна, внутренне непротиворечива и стройна. А мысль о том, что необходимо учитывать господствующее положение водорода в химии и мироздании, высказывал еще академик Вернадский. Наконец, каждая предлагаемая и логичная гипотеза может сыграть важную роль в развитии нашего знания. КОНЕЦ